Это очень приятно просто позволить своему телу быть, быть здесь и сейчас, наблюдая за своим дыханием и за теми ощущениями, которые сменяются другими ощущениями. Я хочу, чтобы вы четко поняли, что вы не спите. И попрошу вас сейчас, после того, как я скажу, медленно открывать глаза, сохраняя это состояние. При этом пусть ваш взгляд будет расфокусирован. Смотрите на все сразу. Попотно отмечая, какие еще мышцы расслабились. Иногда так бывает, что в этот момент кому-то может прийти какой-то ответ на какой-то вопрос, который был поставлен когда-то. И будет любопытно узнать, что это не слишком вас сейчас тревожит. Просто дыхание. Просто три центра находятся на одной оси. Очень безопасное и очень приятное состояние. И я хочу, чтобы вы его запомнили. Как все выглядит, когда вы в этом состоянии. Как вы ощущаете себя, когда вы в этом состоянии. Делаем глубокий тух. И возвращаемся сюда. Вы были люди, которым было тяжело, да? Удержать это состояние. Погрузиться внутрь себя, там что-то подышать. Были такие, скажите, или мне показалось? Мне было тяжеловато сначала. Я не могла сконцентрироваться на ступнях, потому что у меня начал плыть стол. И он начал как-то заворачивать. Ничего себе. Никогда больше не думая о ступнях, потому что столы начнут плыть. Хорошо. Это базовое состояние, с которым мы будем работать. Если я сейчас вам скажу. Сейчас все с ясными глазами, все прекрасно. Можно просто его нужно якорить? Господи. Я же не сказала, что его можно якорить. А тебе нужно его якорить? Скажи мне. Мне нравится, да. Так делай с тобой что хочешь. Если вам сейчас отдых пригодится. Ребята, на самом деле, якорь является стимулом, вызывающим эту реакцию. Давайте сейчас проверим еще раз. Просто представьте себе прямо сейчас. Вот сидя в обычном положении. Просто расправьте спину. Расслабьте ее. И представьте себе, что у вас есть три центра. Один внутри вас, где-то здесь. Ага. Я пребываю здесь и сейчас. Один на уровне груди. Я открываюсь. Я связана со всеми людьми. И еще один центр. Я осознаю. И выровняйте их по одной оси. Замечайте просто, что с вами происходит. Что с вашим телом происходит. Тебе дайте обратную связь, что происходит с твоим телом. Или нормально? Нормально. Оно запускается буквально вот так. Единственное, что это состояние трудно запустить, когда вы находитесь уже вот так. А так в спокойном состоянии это сделать достаточно просто. Если у вас остаются какие-то мысли, вы их отпускаете. Если у вас остаются какие-то эмоции, вы их тоже отпускаете. Это, ну, пусть оно все будет, но мы не задерживаем на нем свое внимание. Ты заикариваешь? Со стороны очень заметно. Со стороны очень заметно что? Нет, если на совещании просто мне надо заметить от других. А, ребята. Нет, ну, слюна ни у кого не капала, если вы знаете. Все было хорошо. Хорошо. Ну, запомнили, да? Как ваши эмоции себя чувствуют? Это замечательно. Каждый из нас, так или иначе, сталкиваясь с кризисом, начинает запускать некий сценарий. Некий сценарий, по которому живет. Если вы проанализируете все свои кризисные ситуации, то, скорее всего, вы решите одну и ту же, блин, проблему, задачу. Так это или нет? Мы не решаем одну сторону. Ну, кто как. Давайте так, да? Как только решил одну задачу, выстреливает задачу следующей сложности. Да? И так до бесконечности. Поэтому это некий путь. Хорошо, если он происходит по спирали. Да? И мы эволюционируем, эволюционируем, эволюционируем. У некоторых он происходит просто по кругу. Он быстро заканчивается, изживает себя. Ну, в том смысле, что ничего не меняется. И человек привыкает к этому и считает, что это данность. Есть такая концепция «путешествие героя». Каждый из нас является героем своей жизни. Каждый из нас в момент кризиса становится героем. Почему героем? Ничего вроде героического не такого. Да? Но первое, что с нами происходит. Мы начинаем слышать какой-то призыв или зов. Реагируем мы на него, не реагируем. Вопрос десятый. Начинает что-то с нами происходить. Что-то нас перестает устраивать. Эта действительность. Да? Почему-то хочется, как там Даша сказала, не хочется ходить в университет как на работу. Не, имею в виду. Кому-то не хочется. Кому-то не хочется. Да. А кому-то не хочется ходить на работу как в университет. Ну, в любом случае, что-то вроде все хорошо. Вроде как-то достижения вроде бы идут. Эго должно быть довольно. Но что-то есть, что вызывает неудовлетворение. Это первый признак того самого призыва или зова. Героя должно позвать, чтобы он встал на этот путь. Поэтому первая задача героя – услышать звук. Наверное, у каждого из вас есть такие знакомые, или, может быть, вы сами являетесь такими людьми, которые резко меняли асферу деятельности. Резко меняли окружение. Да? Жил-жил, не то жил, ездил на Мерседесе. Все было хорошо. Блин, все как у людей. Нет, сорвался, поехал на Гуа, и там живет в каких-то трущобах или хижине. И инвестирует. Ну, бывает. Да? И не хочет возвращаться почему-то. Или примерный семьянин, все было хорошо, дом, жена, там, дети. Все было классно. Нет. Вдруг что-то там неясным синим пламенем загорелось, и ушел в сторону. Все бросил. Не пожалел. Произошла некая трансформация, некий кризис. Все это услышал зол. Мы можем по-разному к этому относиться. Это хорошо, плохо. Она может, если мы являемся близкими такого человека, нам тоже не комфортно, конечно, потому что разрушает нашу действительность. Но у человека происходит этот импульс, он возникает. Это зло. И если человек долго его блокирует, то происходит, смотри, пункт первый, ну вот это все. Да? И тут еще можно написать стагнация. То есть происходит то, что ничего не происходит. И теряется путь к жизни. Что-что? Да, у меня это было недавно. Так долго. Даша слышит это от тебя. Мы всегда так делали. Да. И поэтому второй шаг героя обычно следующий. Ну нужно же выйти за зону комфорта. Да. Вокруг неприятный, страшный мир. Это ужасно. Это больно. Это непостижимо. Но. Приходится выйти за зону комфорта. Или выйти за порог. Вспомните сказки все. Да? Прекрасные. Это русские народные. Жил себе, блин, не тужил. Кто там? Иван Царевич. Да? Все было у него хорошо. Папа. Два брата. Ну жизнь, чем не жизнь. Царский сын. И тут папе пришла в голову светлая идея поженить всех. И вот отправились они. Двое старших не услышали зова. У них все было нормально. Нашли бояринь. У кого там еще? Боярского дочь купеческого. Помните? И только бедный Иван Царевич. Все у него не как у людей. Забрел в болото, стрела упала. Там лягушка. И он вышел за зону комфорта. Он взял лягушку. Вот. То есть путь героя начался с этого. Почему-то сказки про тех братьев, которые выбрали себе купеческую дочь или боярскую, ну как-то не сложилось. А что там рассказывать? А рассказывать-то и нечего. Никакого геройства там нет. Хорошо. Вышел он за зону комфорта. Вместе со своей царевной. Был у них небольшой эпизод, когда он сжег ее кожу. Опять же вроде бы все хорошо. Поторопился. Я все про Ивана Царевича на самом деле. И вот второй выход за зону комфорта. Нужно идти искать свою суженую. Нужно идти искать ту, которую полюбил. Тоже непонятно где искать, непонятно как ее искать. Первое, что он встречает, это что? Иван Царевич, когда отправляется на поиски своей. Знаете, у кого-то? Кого-то в лесу. Кого-то в лесу, да. И он встречает кого-то в лесу. Но есть разные варианты. Во всех сказках обычно, что встречают богатыри. Либо серого волка, царевича медведя, какого бабу-яву, которая в общем. И все они сначала не очень дорожественно настроены. Но они ищут их поддержки. В некоторых сказках поддержка сразу хорошая. Там какой-то старичок-лесовичок с клубочком. На, иди дорогой. Вот тебе перышко, иди. То есть как-то направляет. Но в любом случае ищут поддержку. Если мы говорим про серого волка, то он становится поддержкой Ивана Царевича. И что? Дает ему советы. Учит его разуму. И вроде как-то странно предупреждает его от ошибок. Вам не кажется? Вроде как говорит, не делая этого, но почему-то Иван Царевич ему это и делает. И потом они вместе разгревают эти сложности. Отыскание поддержки. Следующий этап. Это столкновение с демоном. Или с драконом. Напишу стену. В сказке про Ивана Царевича это вот из разных вариантов. Каще Бессмертный. Кто там еще был? Змей Горыныч. Да. Вот, кстати, Змей Горыныч типичный вообще представитель драконьего царства. Встречается со своим демоном. Обязательно. С чем-то страшным, ужасным. То, что больше его. То, что совершенно невозможно никак преодолеть. Столкнулся. Дальше что нужно сделать? Победить. Победить. Конечно. В разных сказках опять же по-разному. Но помните, особенно в мультиках очень красиво это показано, когда... Что-то мне сейчас пришел на мультик про Снежную Королеву. Да? Когда такая большая серьезная Снежная Королева. Такая маленькая теплая Герда. Там что-то... Что она там сделала? Поцеловала Кая. Да? Слезинки эти... Эндышки растаяли. И растаяла и Снежная Королева. И вместо Еленого Царства случилось что-то другое. Цветущие сады, земля и так далее. То есть происходит некая трансформация демона. Дальше совершается подвиг. То есть выполняется этот зуб. И самый главный шаг – нужно вернуться домой. Уже... То есть речь о чем? Что все возвращается на прыги свои, а оно в другую качество. То есть герои... Герои-то, конечно, герои. Но жить приходится все равно в обычном мире. Ищутки, что вы так пишите? Я просто не знаю. Хорошо. Ну пусть будет. Это просто... Из чего складывается путь героя? И так каждый раз по витку. Если, опять же, вы подумаете сейчас о своих кризисах, которые уже прошли, которые благополучно пережили. Не так ли это происходит? Скажите. Так. Так? Угу. Здесь еще... Как трансформируется демон? Обычно либо находится какое-то средство, некий инструмент, да? Особенно волшебный. Да, да. Ну там много всяких радостей. Вот. Либо возникает новый навык. А теперь я могу с этой реальностью обращаться по-другому. Вот, собственно, вот эти два момента являются ключевыми. Так трансформируется та сила, которая больше нас, которая нас пугает. Ну, демон, дракон, да? Что это? Это то, что приносит страх в нашу жизнь. То, что нас как-то сковывает. То, что создает нам неприятные ситуации. То, что изнутри нас подтачивает. Из паники в депрессию, из депрессии в панику. Жизнь прекрасна. Угу. Да. Но он всегда больше. И нам кажется он большим, и именно поэтому мы его боимся. Как только мы понимаем, что с ним можно взаимодействовать, он трансформируется, мы выполняем свое предназначение временное на этом витке и возвращаем сюда. А дальше следующий призис. И герой ходит и ходит. И это, на самом деле, подвиг. Вот честно. Вы согласны с ним? Пережить свой внутренний призис – это поздно. Как раз с ним взаимодействовать? Вот. С драконом. Как же это взаимодействовать с демоном или с драконом? Мы сейчас с вами по взаимодействию. У нас есть несколько способов, как взаимодействовать с драконом. Как найти его? Как найти его? Как найти его? О! Ребята, сейчас найдем. Сейчас, подождите. Первый способ… Да, и что такое поддержка в реальном мире? Поддержка в реальном мире может прийти откуда угодно. Это любой ресурс. Любая ваша мысль. Это может быть другой человек. Это могут быть внезапно сложившиеся обстоятельства. Знаете, когда… У меня, во всяком случае, есть в жизни такой маркер. Когда мне кажется, что я, как я определяю, я вот двигаюсь правильно или неправильно. Ну, вот сама для себя. У меня начинают идти ко мне какие-то события, люди, ситуации, которые, ну, помогают мне, действительно. Я их не формирую сама. Я их не ищу. Они просто находятся вниз.